Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Его оппонент Сергей Кудинов из города Донецка. Он является чемпионом мира по рукопашному бою и призером чемпионата мира по универсальному бою. Вес Сергея 97 кг. Сегодня со мной также, как всегда, ведет репортаж мой напарник Олег Петровский. Я також щиро вітаю усіх глядачів, прихильников каналу «Р1» и «Схидных единоборств». Добрый вечер, шановні глядачі! Сегодня вы увидите действительно финал, я бы сказал, даже суперфинал. Это два боя по смешанным правилам в проекте «Честь воина». И найсильніші, найсильніші бійці зустрінувся сьогодні, щоб выявити, хто ж з них буде сильнішим на цьому рингу. Итак, первый отборочний бой, первый четвертьфинальний бой в финале «Честь воина-2007». А зараз на екранах ми бачимо спортсменів, рефері дає їм останні вказівки. І зараз цей напружений, интересний добій буде початок. Итак, первый раунд. Напомню вам, что Сергей Кудинов из города Донецка, а Павел Журавлёв из города Севастополя. Открою нам вершусь секрет. Я разговаривал с секундантом Сергея Кудинова. Поскольку Кудинов довольно опытный спортсмен в области рукопашного боя, но руками он не очень хорошо работает, то к этому бою, к этому проекту финала он готовился основательно, зная, с кем ему придется сразиться. И Богдан Хмельницкий, а это секундант и промоутер Сергея Кудинова, подготовили специальную программу боя под Павла Журавлёва. Ну, посмотрим, к чему эта программа приведет, и как сможет провести этот бой Сергей Кудинов. А мы видим, что он пытается провести борцовские приемы, не давая Павлу Журавлёву развить свою атаку. Да, мы видим, что уже было две попытки сделать кидки. И еще одна попытка. Причем довольно удачная. Да, пока еще удается все Кудинову сделать. Но мы знаем, кто такой Павло Журавлёв, и знаем, чего он вартий. Это смеливый, решающий и амбиционный спортсмен, и он сможет подобрать ключи до своего соперника. Ну, а мы сейчас можем только пока аплодировать удачным действиям Сергея Кудинова. Посмотрим, сможет ли он поддержаться до конца все три раунда. Поскольку Павел Журавлёв является не просто опытным техничным бойцом, но еще и панчером. То есть его удары являются нокаутирующими. Мы видим, что Павло Журавлёв пока еще придирается до своего соперника. Такая соби разведка. Позиционная борьба. А его соперник пытается набрать как можно больше баллов в себе, чтобы отримать перевагу в этом двоболе. Отже, первый раунд закончился. Сейчас мы победим на интереснейшие моменты первого раунда. Повторяем спортсменов красным угловом. Красным угловом Павел Журавлёв, город Соласов. Павел 1983 километров. Ведет Мат Syrian Горburg ma us sabemos que у спортсмонов добренький clock, они заряжены на новости неcip평, И будем ожидать второго раунда. Может быть, будет интересно. И тут же принимается работать коленями. Чисто тайский прием. Так, он, мабуть, отримал вказки от своего тренера. Своечасные и розумные. И теперь будет делать ту технику, которая ему принесет перевагу. Теперь мы смотрим. Без разведки Павел Жиролев работает. Он просто ждет работы навстречу. Навстречу нам таскать боя. Чтобы, увидев, как Кудинов бросается в ноги для очередного борцовского приема, просто встретить его с руки или с ноги. И тем самым закончить бой досрочно. Пока это Журавлеву не удается. Пора активироваться. Пошла вторая половина боя. Ну, основная удача на активизацию. Пока удары прошли в защиту Кудинова. Вот сейчас правый. Спрыжка получился прямой в голову. Кудиновый прошел. Но почему-то не развил атаку дальше Журавлеву. Добряче лоу-кик. Стегно прошел зараз. Я думаю, это боляче дуже. Еще один лоу-кик. И спроба китка. Что ж, это вид спорта для настоящих мужчин. И жаловаться на боль можно только потом в раздевалке. А здесь надо стеснуть зубы. И работать до конца, пока не прозвучал финальный гон. И так закончен второй раунд. В этом раунде уже явное преимущество было Павла Журавлева по сравнению с первым раундом. Потихоньку набирает обороты Журавлев. И если он также пройдет и третий раунд, то выиграет этот поединок и станет первым полуфиналистом проекта «Честь воина» 2007. Финал. Смотрим самые интересные моменты. О, это был очень хороший лоу-кик. Отже, по раундах я считаю 1-1. И только сейчас третий финальный раунд нам покажет, кто же будет победителем этого два боя. Павло Журавлева не дает сделать хитки своему сопернику. И встречает его своими, можно сказать, столевыми кулаками. Отличный хоккейк проходит в голову. Довольно быстрые и сильные удары. Как руками, так и ногами Журавлева. Тяжело защититься. И порой они проходят даже через защиту. Мы сначала так считали, кто будет фаворитом, лидером в этом два боя. Но сейчас мы видим, что безоперечный лидер – Павло Журавлев. Уси спроби зробить еще кидок. Еще один потужный лоу-кик. И соперник Павло на подлозе. Но даже если подготовка Кудинова не принесла ему победы в этом бою, то выглядел он весьма уверенно, во всяком случае, в первых раундах. И при приличной подготовке, приличном времени он сможет показать и более лучшие результаты. На ринзе Павло Журавлев полностью взял инициативу из своей руки. И мы видим первый нокдаун. Что ж, Олег Петровский открывает счет. Мы видим, что Кудинов находится в нокдауне в состоянии Грогги. И Журавлев уверенно выиграл уже этот поединок. Даже не набирал, не набирает баллы, а уже выиграл. Это можно сказать однозначно. И мы поздравляем Павла, который стал первым полуфиналистом. Павло Журавлев был двобей, очень интересный. Мы видели технические приемы, очень интересные. Павло Журавлев працювал, как говорится, по всех поверхах. И по ногам, и в тулуп, и в голову наносил. Подожные удары. Третий раунд прошел практически в постоянных атаках Журавлева. Не давая сосредоточиться. Вот мы видим нокдаун. Момент нокдауна. Пропустил правый в голову Сергей Кудинов. Да, цікавая отрывала атака. Серия ударил в потужных. И суперник на помосте Рингу. Прикажите, как я, Павло Журавлев! Вот же первый киев финалист Павло Журавлев. Мы видим, как хромает, уходит Сергей Кудинов. Все-таки лоу-кики дали свое знать. Кстати, друзья, хотел бы вас напомнить, что 4 апреля 2008 года состоится первый отборочный турнир проекта «Честь воина» в Дорце спорта «Локомотив» «Честь воина-2008». Приглашаем вас посмотреть это увлекательное зрелище, это увлекательный турнир. А у нас на экранах вторая четвертьфинальная пара. Это Сергей Лащинга из города Павлоград. Он является чемпионом Одесской области, обладателем Кубка Украины по тайскому боксу. Вес его 104 килограмма, он 1987 года рождения. Его оппонентом на сегодня и противником будет Алексей Гончар. Алексей Гончар представляет кривой рог спортивный клуб «Барс». Хотя Алексей является нашим земляком, он из города Краснограда Харьковской области, но тренируется в кривом роге у тренера Коржака Владимира. Является чемпионом мира по кик-джитсу и серебряным призером чемпионата мира по тайскому боксу. Вес Алексея 87 килограмм. Еще раз напоминаю, что все бойцы, выходящие сегодня на ринг, являются победителями восьми отборочных турниров в честь воина 2007 года. Итак, первый раунд Сергея Лащинга, Алексей Гончар. Довольно сумбурно начинается раунд. Мы видим, какая разница у возраста и возраста бейцов. Лащинга гораздо выше и на взрослый, и возраста больше. Поэтому Алексею Гончару придется тут, как говорят, бить очень плавно. Но мы не знаем, кто такой Алексей Гончар. До речи, его зовут еще Владятор Гончар. Он всегда заряженный на победу. Это очень амбицийный и небезопасный бойец. Он постоянно идет вперед, пытается сократить дистанцию и сделать решительный, накоутывающий удар. Зрители, которые смотрят за карьерой Алексея Гончара, да и вообще знают его как спортсмена. Знают, что Сергей Гончар... Вот мы видим сейчас вершел левый длинный сбоку у Сергея Лащенко. И Алексей Гончар находится на полу. Это нокдаун. И тем не менее, Алексей Гончар и сам обладает сильным нокаутирующим ударом. И многие свои поединки заканчивал нокаутами. Ну что ж, такое случается. Пропустил удар. Дай Бог, чтобы Алексей сделал из этого выводы и был внимательнее в защите. Конечно, Лащенко продолжает атаку, пытаясь достичь определенного успеха уже в первом же раунде. Но мы видим, раунд заканчивается. И Алексею есть возможность восстановить силы. Алексей вытремал все потужное бомбардирование. А нокдаун был тяжелый на встрече. Идет вперед, Алексей. И только вперед. И вот на встрече отримал очень сильный удар левой рукой. Но он смог оттянутиться от такого сильного удару. Встав и продолжил этот поединок. Бачим, очень сильный удар. И руками, и колином. С боку Сергей Лащенко. Вот же второй раунд. Ну что ж, расслабляться нельзя. Несмотря на столь негромкие удары.